Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Юлия Черешнева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях, сейчас коротко о главном. Ответ на гневные посты в соцсетях в Магуртрансе объяснили, почему накануне были отменены все автобусные рейсы. Хорошая школа и отличная перспектива. Магнитогорским школьникам рассказали о работе в механо-ремонтном комплексе. Не спасовали перед двукратными чемпионами. Стальные лисы обыграли Нижегородскую чайку. А теперь об этих и других событиях более подробно. Магнитогорск посетил экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по формированию комфортной городской среды. Делегация побывала на ММК, осмотрела городской курорт притяжения, обсудила урбанистику Магнитогорска с руководством области и города. Участники совета – архитекторы, специалисты в области урбанистики. В рамках визитов по всем городам страны они лично оценивают, как были выполнены проекты в рамках программы «Комфортная городская среда». Но сегодня их в качестве ознакомления привезли в притяжение. Специалисты признают, много слышали о нем, хотели увидеть воочию. Главная идея создания такого городского пространства в том, чтобы в одном месте жители могли отдохнуть, позаниматься спортом, побывать на природе. Проект реализуется в несколько этапов. Много уже сделано, но планы не менее грандиозные. Плюс развитие всей территории Виктором Филипповичем принято решение о строительстве хоккейной академии на 600 учеников с полным циклом проживания, питания, обучения и тренировки. И также 15 гектаров было подарено в администрацию города. На сегодняшний этапе идет проектирование, завершение экспертизы. Госэкспертиза – это здание многофункционального медицинского центра. Гостей впечатлили масштабы территории. Городской курорт сравнили с крупнейшими парками столицы. Территория введенного объекта сопоставима с такими парками, всемирно известными и российскими парками, как Сокольники, как ВДНХ. То есть площадь одного – 200 гектар, площадь другого – 300. Соответственно, этот больше и того, и другого планируется, что будет 400 гектар. То есть это действительно огромный и амбициозный проект. И тем более отрадно, что это частные инвестиции. В данном случае мы приехали на частный объект, построенный не на государственные деньги. Это тоже очень интересно, когда в таком достаточно большом городе реализуются такие глобальные частные проекты. Также делегация побывала на ММК и в соцгороде, который был реконструирован в рамках нацпрограммы в прошлом году. После члены экспертного совета отправились на пленарные заседания, где обсудили урбанистику Магнитогорска с руководством области и города. Не могу сказать, что однозначно мы уверены в том, что у нас здесь все практики по благоустройству и по комфортной городской среде лучшие и лучшие. Но мы стремимся и нам очень важно ваше мнение, ваша, может быть, и критика, ваши советы, которые, я надеюсь, вы дадите нам в ходе нашей работы сегодня. Глава города Сергей Бердников напомнил, что в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» в Магнитогорске были реконструированы экологический парк, бульвар огнемагнитки, парк увечного огня, парк Южный, сквер трех поколений, скверы имени Чайковского и сквер ветеранов магнитки. Ежегодно магнитогорцы сами решают судьбу одной из общественных территорий. Путем голосования выбирают, какой сквер, парк или бульвар капитально преобразится. При том, что наш город небольшой, у нас на сегодня имеется 63 различных парков и скверов, причем мы ими гордимся, и они достаточно высокого уровня. Мы действительно достигли в этом плане успехов, и наши парки, кстати говоря, мы их строили с участием и урбанистов, и России. Уже сегодня работа экспертного совета продолжилась в Челябинске и Кыштыми, а в пятницу делегация прибудет в МИАС. Юлия Черешнева, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН. Временные неудобства ради безопасности пассажиров. Почему во время гололеда люди не смогли дождаться автобусов, а также о появлении новых светофоров в нашем следующем сюжете. В Магнитогорске в минувшую среду из-за гололеда отменили рейсы всех автобусов. Специалисты Магортранс отмечают, это было сделано ради безопасности пассажиров, и приносят извинения магнитогорцам за временные неудобства. В связи с неблагоприятными погодными условиями, в 7.30 было прекращено принято решение о прекращении движения данных автобусов по маршруту. В связи с тем, что произошло два случая. Один у нас случай произошел на улице Пехтерево, произошел разворот на проезжей части автобуса, и на пересечении Гагарина-Советской снесло юзан автобус маршрута номер 16. Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров было принято решение о временном прекращении движения по маршруту номер 16 и 19. Рейсовые автобусы вышли на маршруты после обработки дорог противогололедными реагентами. А по улице Труда в районе дома номер 47 начали функционировать новые светофоры. Напомним, этот пешеходный переход снискал себе печальную славу. В 2023 году данный пешеходный переход признан местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых ранения различной степени тяжести получили 4 человека, в том числе двойник совершеннолетних детей. Чтобы уменьшить наезды на людей, сотрудниками госавтоинспекции в адрес администрации города было направлено предложение о переоборудовании этого нерегулируемого пешеходного перехода в регулируемой с вызывной фазой для пешеходов. В планах было оснастить пешеходный переход светофорными объектами с кнопкой вызова для пешеходов в 2024 году. Но светофоры появились здесь осенью этого года и они уже работают. Сроки установки данного светофорного объекта были сокращены. Связано это с тем, что рядом располагаются две образовательные организации. В утренние часы здесь достаточно большой пешеходный поток. Для того, чтобы водители были более внимательными и останавливались, здесь изменена организация движений. Но несмотря на появление светофоров, по-прежнему важно соблюдать правила поведения на дороге, ведь от этого зависит жизнь всех участников движения. Дина Наумба, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Другим темам. Мастер коксового цеха ММК Тимур Каримов был признан лучшим по профессии по итогам месяца. На коксохиме он трудится более 18 лет, успел поработать на всех батареях в том или ином качестве. С ценным специалистом познакомилась наша съемочная группа. Кокс – это топливо металлургии. Процесс его производства одновременно сложен и многогранен. Кто-то не способен задержаться здесь надолго. Для других работа на коксохиме становится делом всей жизни. Она непредсказуемая, она всегда требует очень много к себе внимания, дисциплинирует. Получаешь удовольствие от того, что решать какие-то вопросы, проблемы, связанные именно с технологией. Опыта в решении проблем Тимуру Каримову не занимать. Он закончил МГТУ по специальности химической технологии, углеродистых материалов и природных энергоносителях. После службы в армии в 2004 году пришел работать в коксовый цех. Начинал огнеупорщиком, затем был взывщиком коксовых печей. Уже 6 лет работает мастером. Ему довелось побывать абсолютно на всех батареях. Говоря современным языком, Тимур Каримович – кризис-менеджер. Он у нас работает там, где самый тяжелый участок, где есть проблемы. То есть сначала он у нас работал на 7-8 батареи, мастером по обогреву. Там были большие проблемы с обогревом. Затем на 13-14 батарею перевели, потому что в вопросах экологии существенные там замечания были. Сейчас он у нас работает на 1-2 батареи, потому что состояние огнеупорной кладки на данной батарее сейчас хуже всего. То есть и вот только за счет сильного профессионализма и высокого мастерства Тимура Схатовича данный агрегат до сих пор еще работает, то есть и производит металлургический кокс. Отработав более 18 лет на коксахиме, Тимур Каримов стал свидетелем, как меняется производство. Сейчас в будущее он смотрит с оптимизмом. В первую очередь, благодаря запуску новой 12-й коксовой батареи. Технологии и решения там достаточно новые, но интересные. Был, на экскурсии был, участвовал, интересно. Намного экологичнее и по выбросам, и по пыли, и по бензопирену, и по дымовым трубам. То есть это хороший проект. Тимур Каримов человек спокойный и уравновешенный. Он не только сам смог стать профессионалом с большой буквы, но и выстроил вокруг себя коллектив, который способен решать любые задачи. Поэтому и к званию лучшего по профессии относятся по-философски. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Куда пойти учиться, сколько зарабатывает молодой рабочий и каковы его перспективы? В городских библиотеках продолжается большой совместный проект ММК по профориентации молодежи. Так в Ручьевке состоялась встреча школьников с представителями механо-ремонтного комплекса. Перед школьниками сегодня выступает исполняющий обязанности руководителя механо-ремонтного комплекса Александр Юсин. Он рассказывает, что основная задача предприятия – технологическое сопровождение, ремонт и восстановление оборудования металлургического комбината. Некоторые подразделения МРК уникальны по своей специфике, диапазон услуг и не имеют аналогов ни в России, ни в мире. Из обычной заготовки оператор станков вытачивает высокоточные детали и метизы – гайки, колпаки, парубки и другие. Например, ЦРМО-3 занимается изготовлением запасных частей, восстановлением деталей для сменного оборудования кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производства, а именно для машин непрерывного литья заготовок. Для понимания, одна такая машина имеет высоту пятиэтажного дома длиной 36 метров. Только представьте, из скольких сложнейших деталей состоит каждый кристаллизатор и роликовая секция – их тысячи. Поломка любого узла или деталей может сказаться на работе всей машины. Но в ЦРМО-3 эти детали умеют изготавливать квалифицированно и качественно. Сегодня на МРК, как и на многих предприятиях, очень заинтересованы в молодых кадрах. Начиная с прошлого года активно ощущается развитие машиностроительной отрасли. Механо-ремонтный комплекс, несомненно, участник этой отрасли. Поэтому мы в том числе также испытываем некоторую нехватку молодых именно работников, молодых специалистов. И, собственно говоря, и поэтому мы вошли уже, начиная с прошлого года, в программу профессионалитет с колледжем Магнитогорского технического университета. И в следующем году будем продолжать это же направление профессионалитета с многопрофильным лицеем. По словам Александра Юсина, несколько лет назад молодежь видела себя больше в качестве инженерных работников и менеджеров. Но в последние годы появился некий тренд. Многие ребята с удовольствием идут работать на заводы, укомплектованные современным оборудованием. У нас вот, например, на предприятии даже есть такая программа, что мы берем учеников, даже в том числе, без профессионального образования. У нас есть свой учебный центр в механо-ремонтном комплексе. Значит, проводятся курсы, даются теоретические навыки, затем закрепляем за наставниками, за опытными станочниками, они еще с ними работают. Это мероприятие, оно в помощь молодым людям, которые собираются в ближайшее время поступать в университет. В данном случае у нас сегодня будут десятые классы, то есть ребята нацелены на высшее учебное заведение и будут выбирать, куда им поступать. В завершении встречи Александр Юсин рассказал о социальных программах МРК, а также о том, что на предприятии амбициозным и талантливым специалистам есть куда расти. Юлия Черешнева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИ. Это родительское собрание не совсем обычное. В школу пришел начальник караула 23-й пожарно-спасательной части Виталий Стегонцов. В этой профессии он трудится более 10 лет. Участвовал в спасении людей из-под завала в доме 164 по проспекту Карломакса. Помогал выбираться семьям, которые попали в снежный плен на трассах. Участвовал в тушении, лесных пожаров и не только. В этот день он пришел, чтобы рассказать о своей героической профессии и пригласить школьников вступить в ряды пожарных. Мне очень понравилось. И я хотел бы, чтобы мой ребенок именно там обучался и как-то связал МЧС. Это взрослая мужская профессия, которая достанет. В разговоре с родителями Виталий Стегонцов говорил о том, что необходимо для поступления в ВУЗ и какие возможности открывает профессия спасателя. Говорит, для того, чтобы стать пожарным, необходимо не только желание. Прежде всего должны быть хорошее здоровье и выносливость, а также смелость и отвага. Пожарный, да, может стать в принципе любой, но для этого нужно пройти медкомиссию в первую очередь, сдать необходимый экзамен для поступления и сдать физическую подготовку. То есть это как бы три основных критерия для поступления в наши ВУЗы. Ольга Аникина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Стильные, практичные, а главное теплые. Чтобы встретить зиму во всеоружии, жителям и гостям города предлагают приобрести куртки в парке Аляски со скидкой до 70%. По словам менеджеров выставки, в них не страшны самые сильные морозы. В Магнитогорске продолжает работу норвежская выставка верхней одежды европейских брендов, которую организовала компания Orso Group. Один из лидеров по реализации топовых брендов одежды в России. На выставке верхней одежды представлены десятки моделей самых разных расцветок и размеров. Элегантные шубы, стильные дубленки и практичные пуховики европейских брендов. Длинные и короткие, с мехом и без него. Нравится все, и цвет, и модель вообще, даже на ощупь. Мне очень такая прям к душе замечательная продукция. Особое место на выставке занимает верхняя одежда премиум-класса Björn Larsen. Изделия норвежского бренда отличаются функциональностью, практичностью и долговечностью. Яркая цветовая гамма и широкий модельный ряд курток-колясок подходит как для повседневной носки, так и для активного отдыха. У нее внутри высокотехнологичный наполнитель Dupont Serrano, который способен выдерживать температуру от нуля и до минус 50 градусов. Мужская линейка верхней одежды Björn Larsen представлена в трех видах. Это удлиненные ляски, парки и укороченные пилоты для автолюбителей. Практичные, теплые, комфортные. Они удобны в уходе. Изделия можно смело стирать в домашних условиях. Благодаря климат-контролю в такой одежде будет не холодно на улице и не жарко в автомобиле. В связи с последними событиями норвежская компания Björn Larsen покинула российский рынок. Так как вывезти товар невозможно, он был отправлен на хранение. Питерская компания Orso Group выкупила товар по выгодным условиям и распродает его в два, а то и в три раза дешевле, чем в магазинах. У жителей и гостей города есть еще возможность ознакомиться с верхней одеждой популярной норвежской фирмы. Выставка будет работать до 26 ноября включительно. Найти ее можно по адресу улица Бориса Ручева, 7Б, торговый центр «Контур», второй этаж. Дети-магнитки признаны лучшим танцевальным коллективом России. Магнитогорцы приняли участие в 10-м юбилейном конкурсе на соискании национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Тему продолжит Татьяна Артеменко. У магнитогорского коллектива для участия в конкурсе было отобрано 4 номера. В их числе хореографические постановки «Метель», сентиментальный вальс «Яна в день» и «Слушая баха». Последний номер не новый, его танцует уже четвертый состав «Детей-магнитки». И каждый раз он звучит по-новому, вновь и вновь завоевывая сердца зрителей. С этим номером мы участвовали в первом проекте «Большие и маленькие», да, телевизионный проект телеканала «Культура». Стали победителями в Италии среди профессиональных школ танца, хотя мы являемся любителями. Каждый раз, перенося номер с одного состава на другой, мы что-то по-новому туда привносим, потому что меняется время, меняются отношения. Как-то современное поколение, как будто бах, становится вдруг созвучнее, современнее с каждым разом. Теперь этот и другие номера были представлены на суд профессионалов в мире танца. Жюри конкурса возглавила народная артистка России Илза Лиепа. Также в его состав вошли лауреат премии Мориса Безжара Елена Богданович и ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев. Волнение, конечно, было. Это очень грандиозный масштабный конкурс, очень важный для нас. И, конечно, очень великое по-настоящему жюри. И для нас была большая честь слышать от них высокие похвалы, оценки, тем более от Илзы Марисовны. В полуфинале своей работы на суд жюри представили 40 сильнейших хореографических детских студий. Главным критерием в оценке стал высокий художественный вкус в тематике номеров, хореографической лексики и задачах, которые ставит руководитель коллектива. И именно дети-магнитки были названы лучшими в номинации «Современный танец». Коллектив получил гран-при за содержательность и выразительность в исполнении хореографического номера, слушая баха. Хореография, безусловно, конечно, очень сложная. Требуется гибкость тела. И именно над ней мы работали на протяжении целого года. В этом номере практически нет синхронов. Одновременно несколько партий меняющихся. Их сложность в том, что это нужно все соединить, объединить в единую гармонию, так же, как соединиться, слиться с этой музыкой. Нужно так танцевать нашим детям, мы всегда говорим, как будто бы ты больше всех знаешь, как будто ты знаешь какой-то секрет, как будто ты знаешь что-то о бахе, что не знает зритель. И ты готов ему без слов рассказать, передать вот это свое чувство, слушая баха. Высокую оценку получила также работа преподавателей Юлия Талапина и Светланы Поповой, которую наградили дипломом «Лучший педагог». Впереди еще одно ответственное выступление – гала-концерт лауреатов национальной премии «Весна священная». Он состоится в московском концертном зале «Заряди», где вместе с детскими коллективами выступят звезды Мариинского и Большого театров. Татьяна Артеменко, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВИН». Звуки магии. Магнитогорский театр оперы и балета приготовил для юных зрителей музыкальный сюрприз-концерт симфонического оркестра в сказочном обрамлении. Интересные и захватывающие истории знакомства с музыкальными инструментами и теми, кто на них играет. Подробности у Елены Старостиной. Уже с первых секунд звучания симфонического оркестра зритель буквально погружается в сказку. Настоящее волшебство для юных слушателей задумал главный дирижер театра оперы и балета Эдуард Нам. Под его руководством на сцене разворачиваются события сразу трех музыкальных сказок. Мой однокурсник, мы в консерватории вместе учились, друг мой, ну вот он написал несколько таких вот маленьких детских сказочек. И он уже сам их исполнял у себя в Калининграде в театре по отдельности. А мы решили объединить нескольких сказок в один проект, в одну историю. Главная идея проекта «Звуки магии» – познакомить юных слушателей с симфоническим оркестром, музыкальными инструментами и их возможностями. Третий брат не зря получил странное имя «Лунный свет», потому что он был очень романтичным. Вот таким. Звуки магии – не просто концерт, настоящий интерактив с общением и играми для юных зрителей. Для Сергея Муртазина роль ведущего в детском проекте стала настоящим вызовом. Для меня очень тяжело, потому что все-таки я вышел, арию спел или выучил какой-то кусочек, дуэт, а тут целый час я должен и вести, и игры какие-то. Я это все учил, занимался. У меня любимый момент есть, когда они с контрабасом переговариваются. Контрабас играет «ты-тынь», и Сережа «кто ты?». Контрабас «ты-ты-ты-ты-ты». И Сережа «неужели это слово?». Концерт оркестра для детей «Звуки магии» состоится 26 ноября. Окунуться в атмосферу волшебства и музыки могут как дети, так и взрослые. Елена Старостина, Евгений Грудев, телекомпания «ТВИН». О новостях спорта через несколько секунд. Молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» открыла очередную домашнюю серию игр. Первым соперником магнитогорцев стал действующий обладатель Кубка Харламова «Нижегородская чайка». Хозяева не спасали перед авторитетом двукратного чемпиона МХЛ. Провели встречу уверенно и одержали заслуженную победу. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Даже без нескольких игроков прошлогоднего чемпионского состава «Чайка» выглядит серьезно и занимает второе место в «Золотом дивизионе Востока». Но лисы перед началом домашней серии очень кстати получили усиление. К ним присоединились командированные из главной команды защитник Кирилл Жуков и нападающий Михаил Грасс, а из Орска вернулся вратарь Александр Смолин. Первый период получился небогатым на события. Гости нанесли всего три броска, хозяева ответили шестью. Во втором отрезке игра оживилась. До середины основного времени счет так и не был открыт. Не помогли магнитогорцам и две попытки в большинстве. Зато третью лисы реализовали. Кирилл Жуков доставил шайбу к воротам. Михаил Федоров и Александр Сиряцкий не сумели довести дело до броска, но Артем Кузякин поймал свой шанс и забил. Спустя пять минут хозяева второй раз подряд использовали численный перевес. После неточного броска Бориса Осиповича шайба отскочила к Михаилу Грассу, тот выдал передачу Ярославу Мухранову и 18-летний защитник великолепным броском увеличил преимущество. В оставшееся время уже лисам пришлось дважды играть в меньшинстве, но они справились. В заключительном отрезке нижегородцы перебросали магнитогорцев в 18-3. Однако Александр Смолин был безупречен и по праву заработал свой седьмой сухарь в МХЛ. А окончательный счет после передач Павла Гавриловича и Бориса Осиповича установил Роман Гольник. Эта шайба стала для 17-летнего нападающего дебютной в лиге. 3-0 и 24 ноября команды встретятся вновь. Прямую трансляцию второго матча смотрите в нашем эфире в пятницу в 17.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ. В Челябинске состоялись открытые областные соревнования по таймскому боксу. Достойный результат на турнире показали магнитогорские спортсмены. Они смогли завоевать 17 медалей и занять 3-е командное место. Накануне состоялась торжественная церемония вручения наград. Почетным гостем на ней стал депутат городского собрания Сергей Ушаков. Сегодня в Магнитогорске тайским боксом занимаются без малого 400 ребят. Стремительный рост популярности этого вида единоборств начался после открытия специализированного зала, который расположен в торговом центре дом. Он оснащен всем необходимым для тренировок. Большую помощь в организации секции оказал депутат магнитогорского городского собрания Сергей Ушаков. Хочется сказать, конечно, большую благодарность Сергею Тихонову, который был именно инициатором, мотиватором. Он захотел, мы его поддержали. И вот, собственно, вы сегодня видите, уже два года будет в феврале, как мы этот проект ведем. И, собственно, ну, постоянно у нас уже практически более 150 наград за это время на разных турнирах. И, собственно, детишки ходят сюда с большим удовольствием. Срымбет Кутаяков более 10 лет занимается этим видом единоборств. Почти со всех турниров возвращается с медалями. На этот раз в Челябинске помимо серебра он получил приз за самый эффектный нокаут. Своими достижениями он благодарен тренеру Саиду Каримову. Спустя 10 лет он уже не как тренер, а как отец больше идет. Он очень строгий в плане тренировок. Очень мотивирует. Глядя на него, набираешься мотивации, постоянно позитивный. Много где я тренировался. В Таиланде, в Тайгер, Муай Тай ездил, тренировался. Ну, таких тренировок, как он еще не встречал. Совершенно особенный подход к тренировкам замечают и подрастающие звездочки Муай Тай. В этом зале нет места равнодушию. К каждому бойцу у тренера свой подход. Очень хороший тренер, хороший зал, хорошие тренировки. Тренер учит всех очень хорошо. И бывает, он даже может учить отвлекаться на тебя, например, вот одного. И учит тебя, например, одного какую-нибудь тренировку. Пытается с тобой как-то тебя чему-то научить, чтобы в следующий раз ты показал результат. Выездом в другие города и регионы в Магнитогорской федерации тайского бокса уделяется особое внимание. За год-то и боксеры города Металлургов посещают около 10 соревнований. Именно такая практика служит фундаментом для воспитания новых чемпионов. Проезд детей, проживание детей мы полностью берем на себя, включая стартовые взносы и все остальное. То есть если человек хочет показывать спортивные результаты, мы полностью финансовое обеспечение берем на себя. У нас дети раскрываются именно независимо от того, сколько денег в кошельке у их родителей. Прошедший выезд на Кубок Челябинской области выдался самым урожайным. Депутат городского собрания Сергей Ушаков и президент Магнитогорской федерации тайского бокса Сергей Тихонов вручили ребятам заслуженные награды. А практически все спортсмены, кто побывал на турнире, вернулись с медалями. Учитывая, что соревнования проходили в открытом формате и собрали более 250 лучших бойцов со всей страны, третье командное место – результат более чем достойный. Также Сергей Ушаков подарил федерации хронометр, который будет располагаться над рингом. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok